здравствуйте продолжаем решать задачи по электротехнике в сегодняшнем видео уроке речь пойдет о расчете сложной трехфазной цепи где есть несколько потребителей в данной задаче два потребителя соединенные звездой один потребитель треугольником и в такой цепи мы будем рассчитывать линейные и фазные токи в следующих видео уроках я покажу как строится векторная диаграмма токов и напряжения для данной трехфазной цепи теоретический материал мы сегодня пропустим и сразу перейдем к решению задачи отдельно как рассчитывать трехфазной цепи соединенные треугольником звездой мы рассматривали забегая вперед скажу что подобные схемы то есть симметричные трехфазной цепи с несколькими потребителями рассчитывается даже легче чем с одной нагрузкой звездой или треугольником все что нам нужно это уметь преобразовывать треугольник сопротивления в эквивалентную звезду и второе это знать метод эквивалентных преобразований то есть методом которым рассчитываются простые электрические цепи итак переходим к решению имеется данная трехфазная цепь симметричная с тремя потребителями два из которых включены звездой один треугольником перед расчетом цепи нужно преобразовать этот треугольник сопротивлений в эквивалентную звезду где z это общее сопротивление каждой ветви r плюс zl тогда здесь у нас получается z штрих это r штрих плюс zl штрих по формулам преобразования из треугольника в звезду получим что z штрих равняется если мы ищем допустим вот этого сопротивления берем два соседних левые правые то есть это умножить на z и поделить на сумму всех трех сопротивлений здесь получается z квадрат 3 z квадрат сокращается и это ставится за это на 3 учитывая что z это r плюс zl или r делить на 3 плюс zl делить на 3 это и будет р штрих плюс zl штрих и теперь представим получившуюся схему все три потребителя включены звездой и можно переходить к расчету самом начале я сказал что подобные схемы рассчитываются легче чем обычная трехфазная цепь с одним потребителем это действительно так представим получившуюся трехфазную цепь как три отдельные цепи разобьем по фазам например для фазы а чтобы правильно построить такую цепь нужно проследить как в цепи в данном случае в фазе а протекает ток допустим ток и а сначала идет через катушку l1 вот мы ее обозначили дальше в этом узле через конденсатор обратно в н вот он конденсатор далее этот ток идет через r плюс zl мы обозначили как общее сопротивление ветви z протекая и обратно на нулевой провод и аналогичным образом до последней нагрузки через z штрих вот такое вот включение фазы а аналогичным образом представляется цепь для б и c фаз эти цепи являются простыми потому что есть только один источник и несколько сопротивлений произведем расчет цепи а фазы пусть у нас есть напряжение допустим у а это 220 вольт начальная фаза у а 0 градусов у б будет отставать на 120 у ц опережать но пока у б и у ценам не нужны то общее сопротивление цепи будет находиться как три параллельно включенных сопротивления и все они последовательно к сопротивлению z l1 для удобства здесь введем x x штрих n1 n2 тогда будет z x n2 то есть вот этот параллельно участок это z умножить на z штрих поделить на z плюс z штрих и теперь сюда можно подставить r плюс z l умножить на r штрих плюс z l штрих поделить на сумму r плюс z l плюс r штрих плюс z l штрих теперь все это параллельно сопротивлению z c z x n 1 будет равняться z c умножить на z x n 2 поделить на z c плюс z x n 2 и тогда общее сопротивление то есть сопротивление z а фазы а это z z l 1 плюс z x n 1 таким образом мы получим сопротивление а фазы теперь токи ток и а у нас получается и а это линейный ток а все что вот здесь это фазные токи